Все, запись собрания, да, то есть мы можем уже начинать. Ну, еще раз здравствуйте, надеемся, нам еще кто-то в процессе беседы. Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить на тему эффективной стратегии тренинговой работы. И для начала мне хотелось бы представить участников вебинара. Это преподаватели кафедры социальной и семейной психологии Института психологии, которые имеют многолетний опыт работы тренерской с различного рода группами, в том числе и тренерскими, и психотерапевтическими, с различным контингентом. Это и учащиеся, и студенты, и родители, и педагогический состав, да, ну и достаточно взрослые, зрелые люди. Поэтому есть какой-то опыт однозначно, да, вместе с тем мы открыты для того, чтобы и с нами поделились опытом вашей работы, да, поспорили о каких-то вопросах, согласились с чем-то, а в чем-то что-то, ну, какие-то вещи мы проговорили в какой-то такой неформальной форме, да, в открытой манере, да, чтобы лучше узнать, что происходит в различных областях тренинговой работы, да, в различных организациях. Для начала я представлю вам это Юркевич Наталья Александровна, Вертынская Лидия Александровна, и я, Ворошилина Ирина Васильевна. Здравствуйте тоже, да. Ну и немножечко такое введение в тренинг, да, что же такое, что мы подразумеваем под тренинговой работой. Это, ну, с нашей точки зрения, специально организованная форма взаимодействия, группового взаимодействия участников группы посредством активных методов практической психологии, да, с целью самосовершенствования участников, самопознания, да, для того, чтобы они впоследствии преодолели, возможно, что-то изменили, какие-то неэффективные стратегии поведения или модели поведения. Ну, вот какое-то такое общее определение. Ну, и в целом решили какие-то свои проблемы, да, с которыми они, собственно, и пришли на тренинг. В целом, ну, что дает тренинг? Понятно, что это, прежде всего, гармонизация личности, на это он направлен, а также познание себя, принятие, в конце концов, себя таким, как он и есть, да, лучшее понимание, какое я во взаимодействии, какое я в общении, обучение эффективным навыкам общения, ну, и, опять-таки, о чем мы говорили, да, в конце концов, получить ответы на вопросы, с которыми пришли участники группы, да. И в этом плане, ну, на мой взгляд, я думаю, коллеги со мной согласятся, хорошо бы поднять вопрос рефлексии, как процесса осмысления того, что происходит с каждым участником группы, поскольку очень часто в практике работы сталкиваемся, когда участники приходят и дают в качестве обратной связи, что тренинг проводился как некое игровое действие, за которым следовала смена упражнений, и, в принципе, ну, что ли такая ля тренировка по некой инструкции, не совсем были понятны цели, не совсем были понятны, на что направлен тренинг, хотя какая-то тема задавалась, да, и что на этом тренинге нужно было в итоге получить. Вот в качестве акцента в нашей работе, да, я думаю, еще коллеги меня потом дополняют, основной момент это все-таки рефлексия, да. То есть получается, что во время взаимодействия выхолощивается сам психологический эффект во время игры. То есть это не просто действие, это действие для сознания, это действие направленное для того, чтобы у участников группы появился опыт по осмыслению себя в групповой работе. Поэтому игровые формы важны и должны быть, но они должны быть в рамках работы группы осмыслены, чем часто пренебрегают групповые тренинги. То есть, по сути дела, это лишь средство, игры лишь средство для достижения основного и центрального, чего мы хотим понять, да, осмысления, еще раз повторю, да, того, что со мной происходит, что происходит с другим участником группы, почему он так поступил, а как бы я на его месте поступил бы, а почему вот это вызвало такую, мои слова вызвали такую реакцию, а почему я почувствовала себя некомфортно в той или иной области, там, когда мы обсуждали те или иные вопросы, да. Вот это какое-то ключевое, и, по сути дела, именно рефлексия является тем источником достижения какого-то психологического эффекта у каждого участника группы. Только тогда это будет действительно эффективный тренинг. А стратегии, техники, виды, подходы могут быть абсолютно разные. Вот, наверное, еще немаловажную роль и значение играет личность самого тренера. Наверное, в этом отношении мы часто, как тренера группы, предъявляем требования к участникам, о том, чтобы они были саморефлексирующими, самоанализируемыми, хотя на самом деле это то качество, которое должно быть у самого тренера, ведущего группы. Он должен быстро понимать себя, что с ним происходит, что на него оказывает воздействие. Он должен понимать, что происходит в группе, анализировать групповые процессы. И это все будет стимулировать и позволять в группе наращивать групповую динамику. Поэтому первое, что бы мы внесли в такую мета-модель идеального тренера, это, конечно, способность к самоанализу и углубленной рефлексии. Конечно же, в этот перечень качеств можно еще и внести способность тренера быть спонтанным. Проводя группы, в том числе обучающие, каждый раз делаю ловорку на то, что тренером нельзя научиться быть один раз и на всю жизнь. Каждый раз, приходя в группу, тренер не знает, с кем он будет работать. Перед ним абсолютно разрозненным по личностному потенциалу участникам группы. И в этом отношении тренер осуществляет постоянно свой профессиональный личностный рост, взаимодействуя с разным контингентом участников группы. Кроме того, для ведущего группы важно уметь сбросить напряжение, важна его жизнестойкость, способность быть в конфликтах, способность разрешать конфликты, быть в этом эффективным. Кроме того, что касается еще качеств, то, конечно, приветствуется его чувство юмора, которое будет способствовать тому, что участники берут паузу и начинают понимать, что можно как-то обойтись со своим напряжением, чтобы это напряжение могло упасть в условия группы. Это некое творческое начало, которое реализуется тренером в условиях взаимодействия. То есть, если мы говорим про групповой процесс, то это способность тренера все-таки порой в группу привносить свежий взгляд на происходящее. Это способность порой выйти в метапозицию за пределы группы, увидеть что-то в условиях проведения группы и дать обратную связь. Но для этого, мне кажется, во многом от тренера требуются теоретические знания группового процесса. Без знания основ тренинга группу вести крайне сложно. С чем мы сталкиваемся на практике? С тем, что тренинг берут как форму абсолютно разные специалисты. Это и школьные учителя, это и классные руководители, психологи. И так получается, что в условиях взаимодействия, для того, чтобы увлечь своих участников группы или же за большим количеством работы бумажной, не успевая, они прибегают к игровым формам для того, чтобы создать хорошую атмосферу в условиях группы, но в то же время нет вот этого психологического эффекта, от чего тренинг и проводится. Поэтому, естественно, кто должен проводить тренинг? Это человек, который в рамках практических навыков можно подчеркнуть, первое, это способность быстро ориентироваться в ситуации, на понимание, что способность распределять внимание среди участников группы. Это возможность моделировать программу тренинга, которую заявляет тренер. То есть в этом отношении, в условиях взаимодействия, тренер видит, на какие формы работы хорошо идут, когда принимаются группой, в каких формах группа начинает вязнуть. И это моменты для корректировки тренинговой программы. Когда тренер включается, видит нюансы в проведении групповой работы и по мере взаимодействия начинает вносить некоторые коррективы, изменения в свою программу. Наверное, это речь о спонтанности, гибкости. Чтобы было немножко как вопрос спонтанности, хотел бы вернуться, что иногда по спонтанности путают непредсказуемость, какой-то такой импульсивность, какой-то такой азарт в глазах. На самом деле подразумевается степень гибкости действительно, что если тренер видит, что идет что-то не так, как ему, когда он прочувствовал группу, тогда я достаточно гибок, чтобы что-то поменять в своей стратегии в тактике работы, возможно, это в связи с какими-то запросами участников группы возникло. Но вот в этом хорошем, хорошая такая спонтанность. И в этой спонтанности, наверное, присутствует много естественности, а для этого надо быть еще и достаточно конгруентным человеком. Наверное, лично с назрелым. Лично с назрелым, да, чтобы понимать на самом... Абсолютно верно. Потому что не всегда наши команды соответствуют тому, что происходит в реальности, и готовности семянности. То есть в любом случае тренер должен очень хорошо понимать себя, хорошо к себе относиться, верить в себя, верить себе, потому что иногда это действительно сродни что-то такое интуиции, неуловимое, когда вроде бы все по программе... Некопрофессиональная чуткость. Да, чувствую к этому, что что-то не так идет, да, и что мне в связи с этим нужно поменять, и надо быть, дать должность, что нужно в этом признать в том, что вот чего-то я тут недосмотрел, да, но это дает мне возможности вовремя исправиться, да, исправить процесс, то, что происходит со мной. Вот, и тоже вернуться к вопросу юмора, да, то есть на самом деле... Да, мне еще нравится такое, помимо юмора, такая метафоричность какая-то в работе тренера, да, когда не все говорить буквально, а оставлять место для какой-то вот такой метафоры, да, там, строчки... Для символического контекста. Да, символического контекста, который участник видит, ну, сам и находит что-то свое, и он может тогда тоже давать достаточно богатую обратную связь, да. Ну, опять-таки, юмор не должен быть каким-то наносным, искусственным, и все время, молите, шутить, поднимая и разряжая обстановку, снимая напряжение, он должен быть уместным, там, в точку, какие-то такие замечания, подключения, которые, ну, не будут... Он не должен ее расставить в сарказе, да, в этом отношении, потому что группа очень чувствительная. К этим процессам. Да, когда тренер не совсем искренен, да, или использует заготовку уморную какую-то не... ситуацию, которая возникла в группе, и не на ее почве шутит, а приносит шутку заготовленную, приготовленную заранее, то она не действует. Да, и в этом отношении... Все достаточно уместно, ну, и понятно, что, ну, если не дрожите с юмором, то лучше его и не применять, да. Вот, ну, пускай это будет что-то какое-то такое. По делу уместно и не обязательно много. И еще хотелось бы отметить такое личностное качество, как ответственность, да, ответственность, которую берет тренер за результаты жизнедеятельности Европы, за те результаты, с которыми участники выйдут за пределы Европы. Если он этому не научился в жизни, и он сбивает ответственности, то и в условиях Европы навряд ли удастся эффективно провести мониторинг проделанной работы. Поэтому ответственность является тоже важным качеством, без которого проведение и ощущение собственной эффективности будет, скорее всего, неполным. Еще хочется подчеркнуть необходимость постоянного личностного совершенствования тренерского состава. Что мы подразумеваем под этим совершенствованием? Это способность, во-первых, разбираться в себе самостоятельно. Это чтение специализированной литературы. Это способность находить в себе силы, идти на личную терапию, групповую психотерапию. Это супервизия. Это баленковские группы. Есть возможность дополнительного сопровождения психологического себя в определенных проблемах. К сожалению, наше профессиональное сообщество часто объединено на баленковские группы, на разбор случаев, на обсуждение переносов, контрпереносов, которые возникают в тренерской работе. И это очень печально, поскольку нельзя развиваться в профессии, если нет обратной связи. Именно не только участников группы, а имеется в виду обратная связь от профессионального сообщества, а те, кто работает и имеет богатый опыт практической работы. Наверное, коллеги меня в этом плане подвержат. Это самое больное место, потому что действительно по откликам нет на местах, как говорится, какого-то такого сотрудничества, какой-то такой хорошей супервизии между психологами, даже областных городов, центров. То есть есть отдельные, собираются группы, но это не совсем на том уровне. То есть есть разная обратная связь. Когда я могу поговорить о работе, то есть то, что происходило в группе, когда я могу о своих личных переживаниях, чувствах по поводу того, насколько я был успешен, не успешен, удалось, не удалось. То есть мои личные переживания, это уже какая-то такая, доля в этом терапевтичности какой-то такой поддержки, что ли, от коллег, что вот я бы сделал так, а вот может быть так попробовать, да, в профессиональном, а для личного хочется все-таки такой удачи. Просто не забывать о том, что тренер – это тоже человек живой. С ним тоже случается что-то в рамках работы группы. Именно те события, которые на него влияют, нельзя говорить о том, что только участники организуют групповое взаимодействие, они являются субъектами взаимодействия. Но и тренер является субъектом взаимодействия. На него оказывается тоже воздействие. И в этом отношении, чем устойчивее тренер в процессе осознания себя, в том, что с ним происходит, способен ли он, как позитивно функционирующий участник, давать обратную связь, выходить на границу контакта, будет зависеть такая жизнеспособность группы. Поэтому тренер, конечно, может выбирать любой стиль ведения группы, даже авторитарный. Но ему важно понимать, что происходит с ним внутри, во время проведения встречи. Насколько это его, иногда такие высказывания встречаются. Я обучался по такой-то программе, в таком-то подходе, в таком-то русле. Я в нем более-менее компетентен. Но я ощущаю, что это не мое. И тогда я себя, по сути дела, заставляю, гоняю в какие-то рамки. И тем самым неестественен, неконгруентен сам себе. И это достаточно много приносит неудобств в своей работе, поскольку эта неестественность чувствуется участниками группы, та же скованность. Ну и какие-то такие процессы внутренние, которые происходят, и, может быть, не проговариваются. Ну и та, в группе. Это действительно важный момент. Часто о нем забывают. Приходя в группу, тренер надевает маску. Я тренер. И вот этой тренерской позиции он закрывается, он дистанцируется. И во многом его статус, его позиция, его роль мешает естественному процессу взаимодействия. То есть важно не забывать о том, что мы люди, в первую очередь, обладающие своими личностными особенностями. И как тренер, приходя в группу, мы в большей степени можем пользоваться своими личностными особенностями. Они нам должны помогать. Но если мы защищаемся, закрываемся, прячем их в себе, то процесс взаимодействия может наносить обедненный характер. И, кроме того, участники группы, чувствуя дистанцию тренера от группы, могут тоже начинать закрываться. Если тренер не умеет раскрываться, если он не умеет показывать предметно, что нужно делать в условиях взаимодействия, не показывать, а в отдельных моментах становиться самим же этим участником. Это касается каких-то упражнений парных, например, если не хватает пары. То есть быть всегда готовым и открытым для взаимодействия как участник. Позитивный функционирующий пример, который знает предметно, суд, содержание того, что нужно делать, как действие разворачивать, вот как дать обратную... ...опыта, да, то тренер должен включиться и показать, а как давать обратную связь. Да, если тренер не умеет это самостоятельно делать, либо он закрыт, то как научатся другие участники группы? Это большой вопрос. Поэтому личность тренера действительно существенная фигура, то есть существенная какая-то важная звено в групповой работе, которая часто не учитывается при подготовке программы. Проведите его на себе. Насколько вам в этом упражнении комфортно, насколько вы видите его перспективы, даже если оно вписывается в логику вашей поставленной цели программы, да, но вы не видите в нем каких-то таких вот перспектив, какого-то такого самораскрытия для себя, да, значит, вам неудобно будет его проводить. Инструкция будет заминаться, не до конца будете прорабатывать какие-то нюансы и моменты. Поэтому, ну, честнее выбрать то, что, ну, вам понятно, какие-то вещи, которые вы можете, ну, сами почувствовать на себе, и потом из этого же, да, собрать обратную связь, да, по сути дела, проводить рефлексии. Вот поэтому еще хочется и сказать, что работа тренера начинается заблаговременно. И чаще всего она к чему-то ассоциируется у всех только с проведением тренинговой программы. Но, а как же вопрос разработки тренинговой программы? О том, чтобы рамотно выбрать тему, произвести отбор темы, это ключевое для тренера. То есть важно понять, с чем я в жизни сам уже столкнулся и какую проблему я смог решить. Да, неважно, в рамках личной терапии, групповой психотерапии, но тем не менее, в рамках того же тренинга. Но эта тема должна быть внутренне переработана, она должна быть во многом уже внесена во внутренний план самого тренера. Получается, что когда он начинает работать за группой, если он в эту внутреннюю переработку не произвел, как он может быть эффективен другим участникам и полезен? То есть большой вопрос. Поэтому при выборе темы, вот я считаю, что, наверное, ключевой в этом плане стратегии является корректный, грамотный отбор, выбор темы, который будет во многом определен личностными особенностями самого тренера и пониманием того, где я самоэффективен, где я действительно могу быть полезен другим. То есть тема, которая выбирается для проработки, она должна быть существенным образом осознанной самим тренером. То есть погрузиться самому в контекст этой темы, переживание, что я могу из нее взять, но это при условии того, что тренер выбирает сам тему. Другой вариант, когда тематика задается определенным учреждением, организацией, там, естественно, какая-то есть своя специфика. Но опять же, если задается эта тема, то есть как хороший ученик, вы должны подготовиться к ней, к этому занятию, к уроку. То есть без этого нельзя сходу прийти и вот раз, тема есть, я что-то не представляю, проведу. Есть какая-то наработанная техника, какие-то методики, я справлюсь. И потом ощущение такой растерянности, потерянности на самом занятии, поскольку не до конца, не те вопросы звучат в обратной связи, не те какие-то поднимаются от переживания и чувства, они, может быть, тоже правомерно уместны, но не настолько глубоко прорабатывается данная тематика. Кроме того, если мы говорим все-таки о выборе темы, разработке тренинговой программы, тогда важно понимать, чего тренер собирается достичь в рамках проведенной работы. Что будет конечным итоговым результатом? Вот хромой собакой, наверное, всех тренинговых программ являются нечетко прописанные ожидаемые или прогностические результаты. В этом отношении участники группы, приходя в группу, находясь в ней, работая, должны ощущать этот психологический эффект и понимать, что они приобретают. Но для того, чтобы они понимали, что они приобретают, должна быть четкость, которой придерживается тренер на протяжении всей программы. И эта четкость возможна только если он сам понимает, чего он собирается достичь. Поэтому перед выбором некого феномена для проработки или проблемы, или переживания какого-то, сопровождения, психологического переживания участников группы, тренер должен теоретически получить знания именно в рамках контекста заявленной проблематики. То есть знание литературы, знание теории не означает, что в практическом контексте ее нельзя использовать, ее нужно использовать. Поэтому к этому теоретическую грамотность плюс некоторая внутренняя переработка, уже самостоятельная данная проблема, обеспечивает успех тренера. Тем больше он может видеть, тем больше он может соприкасаться с обозначенной проблемой или тем феноменом, который выбран для проработки. И по итогу тогда не встает вопрос, насколько я был успешен и результативен данной тренинга. Потому что если я запланировал чего-то, я вижу, ориентировочно на что-то ориентируюсь, я понимаю, что я сделал, что я не сделал. К этому еще что-то добавил, замечательно. А вот этого не хватило, тогда есть с чем работать. Если это изначально не формулируется, не видится, все что-то там должны провести, что-то там получить, тогда за этим не видно, к чему стремиться, собственно говоря. Если не знаешь, куда плыть, никакой ветер не будет попутным. Да, тогда действительно много каких-то ожиданий, даже в обратной связи трениров, какие-то ожидания, которые не реализовала группа. А что ты, собственно говоря, на нее хотел? Или они какие-то нереалистичные, которые не соответствуют тому, что она вообще могла пытаться. То есть за этим всегда какая-то такая возникает недовлетворенность. Если я вижу какие-то перспективы, результаты, я их планирую, то, соответственно, Понимаю, что это достигать. Понимаю, да, куда мне, в каком направлении идти. И тогда действительно будет всегда удовлетворение. То есть не будет какое-то... При всем при том получилось что-то, не получилось, но абсолютно будет видение, что я иду в том или ином направлении, и только за это я могу себя похвалить, да, и сказать, что да, я вот чего-то достиг из того, что я планировала. Кроме того, если мы говорим, что с программой тренер справился, разработка уже завершена, тогда важно что сделать? Проинформировать окружение, да, о том, что будет сбор в определенную группу, тематическую группу. И в этом отношении важно грамотно произвести отбор участников тренинговой группы. Это еще один непростой момент. Невзирая на то, что он хорошо описан в литературе, почему-то тренер даже со стажем порой допускает очень много ошибок в комплектовании группы. И здесь важно помнить основные правила. Первое, что лица с психиатрическими заболеваниями в рамки группы попасть не должны. Поэтому, как производить отбор участников в уроку? Естественно, через индивидуальную консультацию. Где вы должны попробовать себя в качестве клинического диагноста. Человек, который знает нечто о норме патологии, может дифференцировать то или иное расстройство, может видеть определенную структуру личности, понимать, как она проявляет себя во взаимодействии. Но, при всем при этом, даже грамотный специалист в рамках 45-минутной консультации порой может допустить ошибку и включить участника с диагнозом в уроку. Тогда важно понимать, как конституируется расстройство, как оно влияет на жизнедеятельность урок, как оно проявляется в поле. Конечно, специалист, который владеет знаниями, он заметит свою ошибку, и она станет некой темой для понимания последующих шагов, что ему делать. Конечно, участник с диагнозом психиатрическим не должен быть включенным в состав группы. И это вопрос о дисквалификации участника из группы. Но тогда как его грамотно сделать, как его корректно сделать? Конечно, зарубежные отечественные модели здесь абсолютно разнятся. Если мы говорим про наши реалии, то здесь есть только один вариант, когда вы индивидуально участнику проговариваете о том, что вы как специалист, к сожалению, ему не сможете помочь. Вы не будете эффективны для него. И предлагаете ему карточку визитную того специалиста широкого оздоровительного профиля, врача-психиатра, психотерапевта, кто может с ним поработать. Но это очень честно и очень правильно. В то же время нужно объяснить в группе, почему участник выбывает из группы. Здесь это нужно сделать крайне корректно, не апеллируя диагнозом. То есть вы говорите о том, что участник уходит по своим мотивам из группы, у него появилось новое пространство, новые люди, которыми он сможет свои проблемы разобраться. Все вполне честно, но в то же время не договаривая о том, сохраняя этику. Кроме того, чем чревато, если такой участник остается, такой своеобразный эффект заражения всей группы, тогда она начинает, не до конца адекватно на человека, и тогда вы видите, что тут такое происходит в группе. В этом отношении включили шизофреника в группу, и участники группы начинают его воспринимать как какого-то очень уникального, интересного, каждый раз приносящего историю, которая существует в группе на уровне отвержения, принятия. И в этом отношении стереотипы группы скатываются таким образом, что остальные участники жуют желательную резинку из-за проблем одного участника, а там оказывается просто разорванность мышления. То есть все, и в этом отношении как вот это расстройство конституирует взаимодействие, важно знать и понимать самому практикующему специалисту. Поэтому, часто говоря о том, кто ведет тренинги, должна быть хорошая теоретическая оборудование. Так оно организовано. От просто какого-то неадаптивного участника, потому что это тоже может быть подмена-подмена. Когда мы определяем кого-то не до конца здоровым, а на самом деле речь об адаптации, не умении вести диалог какой-то с группой, и какие-то пробы, попытки, которые делает участник, нам нужно поддерживаться и всячески проявляться, не забиваться остальными участниками, делать акцент на нем. Уметь диагностировать, это профнародный урок тренинга лиц с выраженным психиатрическим диагнозом. Конечно, встанет вопрос в организации государственного образца, вроде как таких участников не должно и быть, потому что фактически работают здоровые люди. Но всегда помните, что невыявленных, шизофреников, психотиков и так далее предостаточно. То есть это люди, которые просто не поставлены на учет, но это не означает, что у них нет диагноза. Поэтому вы как диагноз клинически должны определить все-таки и решить, включаете вы в состав группы этого участника или нет. Это первое. И насколько для него, наверное, самого это в дальнейшем не будет травматично, в том числе не будет травматично для остальной группы. Поскольку движения не будет, групповой динамик никакой не будет, все будет концентрировано на нем, он будет стягивать на себя внимание и работа в целом не пойдет. Это большая ответственность тренера перед тем, как скомплектовать группу. Это действительно существенный шаг. И здесь допустить ошибки, знаете, как минеру, который ходит по минному полю, мне кажется, недопустимо. Вторая категория, которую не следует включать в состав группы тренинга, это лица с выраженными психосоматическим диагнозом, то есть психосоматическими нарушениями на стадии обострения. Пусть психосоматика это термин все-таки психологический, мы любим, это на самом деле здорово, когда в Европу участники приносят свой симптом, вы понимаете, с чем работать предметно, но с другой стороны, обратная сторона того, если человек находится в состоянии, когда еще его заболевания прогрессируют, он плохо себя чувствует, то вот эти пиковые переживания в условиях в Европу могут спровоцировать его симптомы, и если это приступ пастоматического душа, то вы с ним и столкнетесь, если это сердечный, то вы сами понимаете, чем это чревато. Поэтому все, что касается набора в Европу, в рамках первоначальной консультации важно узнавать, в каком актуальном состоянии находится человек, как часто он обращается к врачу, есть ли хронические заболевания, вот, и нельзя стесняться этих вопросов, поскольку это та информация, которая позволит вам понимать, стоит включать участников в состав УРОПП или нет, это вполне жизненный вопрос. Опять-таки вопрос вашей ответственности, если вы допускаете такого участника, то вы несете ответственность перед другими участниками группы, которые могут так или иначе впоследствии реагировать и приобретать какие-то нездоровые варианты развития собственного поведения, собственных отношений с другими людьми на примере данной части. Еще одна категория, которую хочу сказать, это беременные женщины. Так часто бывает, что приходя в группу, женщина еще не знает, что беременна, она успешно завершает группу, но если вы понимаете, что в группу женщина пришла заберемененна, а группа продолжительная, длительная по времени, то с третьего триместра желательно женщине позаботиться и предложить перенести присутствие в группе или войти в состав другой группы через какое-то время, поскольку это не очень хорошо скажется на ее эмоциональном состоянии, на протеотропном развитии плода, все-таки не зря женщина уходит в декрет в это время. Поэтому старайтесь заботиться о том, с кем работаете, и если вы понимаете, что женщина пришла, испытывает интерес, стремится войти в состав группы, а она в положении, то лучше ее тогда ориентировать на вхождение в состав другой группы чуть попозже. Либо какая-то, если ей требуется помощь, поддержка, индивидуальная форма работы, но это будет и ей проще, и не так нагрузочной для группы, потому что действительно много страхов беременных, много каких-то других проблематик, которые могут быть не связаны с тематикой вашей группы, которые не будут вносить в работу группы. Здесь, наверное, нужно сделать небольшую оговорку про группы для будущих мам, что вполне является уместным, разумным, там работают образово-формированием представление о том, какая ямант, какие роли, пунктия должна выполнить и так далее. Там не будет подвижных, динамичных упражнений. Это вполне специфика. Это определенная группа, которая будет состоять именно из беременных женщин. Еще раз вспоминаю о инциденте. Хочется сказать, что очень часто тоже такая ошибка и это ощущение, когда на тренинг приходят достаточно близкие люди, там сейвлинги, например, братья и сестры, да, мужи, жена, в каких-то учебных группах иногда попадаешь, там, опять-таки, партнеры, да, которые совместно развивают и есть какие-то переживания, чувства по отношению друг к другу. Это тоже может намного объединить потенциал группы. Почему? Потому что этот установленный стереотип взаимоотношений между друзьями или родственниками, они не позволят в группе раскрыться другими сторонами. они будут в рамках стереотипного взаимодействия постоянно сосуществовать. Задача тренинга попробовать альтернативные стратегии, да, альтернативное поведение. Поэтому, к сожалению, тогда и потенциал группы обедненным является, и эти участники не смогут решить своих проблем. которые еще лучше в разные группы записывать. Это чревато нарушением, разрывом отношений целиком. Представьте, если они друг друга что-то не проговаривали, пришли в группу, рассказали, и так далее, в этом отношении почувствовали угрозу для отношений, то это действительно возможно и потом принесет отрицательный какой-то эффект их больше нежели чего-то они положительного получат из себя. Поэтому с этим очень аккуратно и осторожно. То есть друзья и родственники все-таки это разные группы, недопустимо комплектование в одну группу. Кроме того, тоже касается и иерархические зависимых отношений, то есть где есть установленные субординационные отношения, где есть начальник подчиненный, где есть уставные отношения и пренебрежение которыми учет этого факта будет лечь за собой тоже негативные последствия. Сами понимать, что между ними развернут мир отношений и порой если начинают выяснять отношения, прояснять и углубляются, потом как вернуться в контексте работы к уставным отношениям. Да, и в этом отношении крайне тяжело. И еще одна категория, которая редко описывается в англоязычной литературе, но у нас зачастую имеет место на существование. Это лица без выраженного интереса на участие в групповой работе. Вот так немотивированные. так часто бывает, что начальник на работе, Мария Ивановна, как директор школы или классный руководитель, попросит взять психолога к себе на работу групповую школьника с трудностью поведения и так далее. И в этом отношении человек не настроен, он не мотивирован, поэтому не будет до конца эффективным. Более того, если он придет в группу и продемонстрирует все формы отвержения, негативизма, то остальные участники группы что делаются? Закроются? Не будет возможностей для групповой работы. Опять-таки, если есть необходимость его включать, ну вот есть такое, да, и вы чувствуете, что в этом будет какой-то смысл. Скорее, правильнее будет провести какую-то индивидуальную работу с этим участником группы, настроить его на работу в группе, показать ресурсы, перспективы, которые он может получить в итоге, да, при работе в этой группе. Ну и очень опять-таки индивидуально и очень корректно, да, вводить его под... ...поверхностно понимать смысл и суть вашей работы. Он может предложить вам взять на взаимодействие того или иного ребенка, но вы тогда должны понимать, что вы несете ответственность за него. И форму, которой вы будете работать с ним, зависит от вас. Вы, конечно, с твоим начальством выйдете о том, что да-да, я, конечно, возьму этого ребенка, вы начинаете работать в индивидуальном формате. В индивидуальном, да, порядке. И в этом отношении, если вы видите, что уже возникает доверие, да, возникает возможности для того, чтобы включить такого ребенка в состав группы, или подростка, тогда почему бы и нет. Но никак не наоборот, то есть включать без мотивации, без внутреннего желания подростковую руку или человековую руку в целом недопустимо. Потому что может возникнуть ситуацию, когда он восприняет это как наказание, как наказание, естественно. Не как возможность и удовольствие, не как развитие, а как наказание со стороны ваших стоящих руководителей. когда проводятся тренинги для ну тогда есть, если есть такая и даже необходимая такая возможность до тренинга проинформироваться об этом, найти полезные для них мотивы, которые позволят быть им эффективными, активными, включенными в эту тренинговую работу. Совершенствование каких-то навыков, понимание себя. У каждого наверняка особенно взрослого, взрослого человека есть о чем поговорить, найти что-то свое тогда в рамках этой темы. Ну дабы не нарушать принцип все-таки желательности, участия. Ну вот в такой форме, когда это все-таки действительно есть какой-то запрос учреждения или начальника или организации какой-то. чтобы это не выглядело действительно как насилием каким-то и тогда тренинг будет исцеливаться каким-то отбытием наказания. Ну или тогда просто говорить о том, что это не психологический тренинг, не подчеркивает слово психологический, а делать это тренингом. И в этом отношении отличающим какое-то такое совершенствование намок. Еще в этом случае очень большое значение приобретает мотивационная часть. То есть тот тренер придется на этом еще серьезно поработать с тем, чтобы сформировать таких участников серьезную мотивацию. Найти ключики, подобрать те смыслы и цели, которые этих участников заинтересуют, вовлекут в этот процесс. То есть есть какая-то цель, а есть какие-то подцели укажут. У начальника заяцеля или почему не уставят. А ну-ка сформируйтесь в коллектив. Забавно звучит. Ночит, чтобы коллектив начал сплоченно работать. И там столько нерешенных конфликтов, каких-то других проблем, которые не тянут на то, чтобы они сразу заявились как достаточно перспективные, активно действующие и тем более коллектив, который сразу образовался. А тем более с одного занятия. Проверите все быстренько и чтобы они сплотились и стали эффективно работать. Реклама. Все, группа скомплектована. Следующий этап это, конечно, проведение тренинговой программы, реализация группового работа непосредственно. И это самое живое, мне кажется, в тренинговой работе, самое интересное, но требующее очень много ресурсов и сил от тренера. Кроме того, вот этот самомониторинг внутренний, который тренер должен осуществлять в процессе группового взаимодействия, он должен идти неустанно, от первого занятия к последнему. Если участники где-то могут расслабляться, в одно занятие я включился, во втором я выключился, то у тренера нет такой возможности, он должен быть включен в групповый процесс. Кроме того, важно понять, а как я буду проводить тренинговую программу, хватит ли мне своих профессиональных ресурсов и сил, либо же мне нужен код тренера. тренинг, тренинг. я тоже весь во внимании, скорее это про взгляд со стороны, новое видение, подтверждение моих каких-то гипотез о поведении, взгляде на участников группы, какая-то моя такая еще в конечном итоге супервизия по работе, того, что происходило в группе, утверждение в чем-то и тут же поддержка. Возможность разделить смысл работы, которые проведены, потому что когда тренер замыкается на себе, как на ключевой инстанции, то мне кажется, внутренне он, конечно, может опираться на результаты проведенной работы, но этого мало, пока я не обсудил с другим, пока я не легализовал, вот эти смыслы работы проведены. Мне кажется, я не до конца четко их осознаю, поэтому вполне проведение тренинговой программы или там возможно предполагает наличие второго тренера. В общем, роли могут быть самые разные, они могут быть как взаимодополняющие, они могут быть как один активный, а второй наблюдатель, то есть это тоже хороший такой баланс, это могут быть разные по половой принадлежности тоже в зависимости от группы, тематики, цели, тренинга, то есть вполне очень эффективно и интересно будет проходить работа. Почему как-то воздерживаются некоторые психологи от таких экспериментов, возможно, боятся какой-то оценки, скорее всего, даже, какой-то оценки коллеги, которые скажут, ты так сделала, я буду так, то есть за этим есть какие-то свои собственные страхи. Кроме того, есть определенные стереотипы по поводу того, насколько комплементарны в составе в тандеме два тренера по личностным качествам, по стилям ведения группы и так далее. Есть очень интересные культурные стереотипы о том, когда, допустим, в мужскую группу приходят два тренера женщин. Представляете, в нашем обществе женщина доминировать не может, а тут она приходит в уроку и претендует на вот эту ключевую позицию. И в этом отношении очень много тренерский женский состав потеряет МРВ на борьбу с сопротивлением в самом начале работы. Достаточно лояльны, даже если бы второй тренер, то мужчины просто наблюдали за процессом. Он был вам солидарен и давал какие-то уместные комментарии, поддерживая вашу точку зрения. Если переставить другой вариант, допустим, в женскую группу приходят два тренера мужчин. Представляете, что происходит тогда? То есть женщина начинает конкуренцию за мужчину, начинает их соблазнять, начинается оживленная деятельность по соблазнению. И тут в этом отношении мужчина тренера расцветает, ему хорошо, комфортно, он находится в позитивном переносе. Но как только участники группы понимают, тренер, а не мужчина, и он в этом отношении где-то бесполый, он пришел для решения задач, группы начинают резко обесценивать, возникает так называемая психологическая кастрация мужчин. То есть в этом отношении, если женщина тренер на первом этапе столкнется с сопротивлением, ей понадобится много ресурсов, то мужчина тренер именно на втором этапе, когда соблазнение не прокатит, и тренеру мужчине придется обнаруживать себя, присваивать себе статус тренера и так далее. Поэтому непросто. Естественно, наиболее оптимальный вариант, когда в группу переходит мужчина и женщина как два тренера, в группу появляется положительный позитивный перенос, приходят папа и мама, и в этом отношении группа может распределиться в свои предпочтения. Кто-то бежит на коленке к папе, кто-то к маме, они делятся в своих предпочтениях это тоже по-своему интересно. Но просто знать вот эти нюансы, культурные стереотипы при работе с группой важны. Не только мнение обо мне и то, что происходит в группе, складывается судьба из моих личностных качеств, из моей силы видения, изюминки моих особенностей, но и за этим увидеть что-то еще дополнительное, что может быть на основе от группы, то, как они меня воспринимают, видят и так далее. в этом заговорили, то, наверное, можно вспомнить о том, что тренеру необходимо определенное знание гендерных различий и понимание, чем будет отличаться его работа с мужчиной и женщиной, в чем специфика, и как это надо учитывать, если группа либо гомогенная, либо разнообразная. Гетерогенная, да. Скорее, это половой тогда. Да, половой особый. Все-таки акцент на том, что действительно тренер это такое бесполное существо, оно одновременно и мужчина, и женщина. Может быть, и активным, и пассивным, и там застенчивым и уверенным, да. Разные стратегии в этом плане достаточно продуктивные для работы группы, для ее эффективности. Если он все время будет статичный и какой-то одинаковый, да, ну, заскучает группа, и перспектива раскрытия отдельных участников тоже будет не использоваться. Кроме того, вообще, в целом, тренер, мне кажется, должен задумываться о том, а что может быть его ресурсом в работе. Да, и без поиска этого ресурса работать становится тяжелее, наступает профессиональное выгорание, да, очень много сил тратится, и если тренер не видит, ради чего это все происходит, то сил все меньше и меньше. И в этом отношении порой те переживания, которые возникают в условиях жизни группы, например, чувствуют, что группа его обесценивает, то как с этим быть? Это переживание важно тренеру разделить, тогда важно идти в профессиональное сообщество, идти в Баленковскую руку, обсуждать случай, свои чувства и переживания, поскольку невозможно замыкаться в себе, это будет контрпроактивно для взаимодействия. Ну и, наверное, такой завершающий этап, когда уже проведена работа групповая, важно подвести результаты, да, то есть чаще всего в рамках тренинга это называется мониторингом эффективности проделанной работы тренинговой программы. Она может осуществляться абсолютно разными способами, посредством наблюдения, посредством диагностики, посредством обратной связи, анонимной обратной связи, открытой обратной связи. субтитры субтитров субтитров важным условием для понимания эффективности. Более целью этот опыт. Иногда вот это выпускается из вида, вроде тренинг прошел успешно, но вот это к вопросу опять-таки о его результативности, насколько я уверен, что там все, что запланировал, удалось, насколько это все-таки для них было. Бывает такое, что даже очень часто, когда участники в процессе работы тренинговой группы не до конца осознают, чего не получили. Бывают моменты бесценки, то есть ничего такого значимого я тут не получил, не услышал, не почувствовал. Но проходит время, которое достаточно хорошо меняет взгляд человека на эти вопросы. Может переоценить и по-другому переосмысливать. Так, у нас вот есть вопрос, какая форма тренинговой работы более эффективна, когда тренинговая группа ведет один тренер или работает в паре. Косвенно мы уже ответили на вторую часть. То есть в этом отношении, когда тренер замыкается на себе, то ресурсы по осознанию, осмыслению проведения работы, они ограничены. Если есть возможность обсудить смыслы проделанной работы, то тренер второй, он является существенным ресурсом для самопонимания и понимания того, что происходило в условиях работы группы. Поэтому, как мне кажется, все-таки эффективнее форма работы в ко-тренерстве. опять-таки тут такая вот и в том и в другом случае есть и плюсы и минусы. Мы говорим о том, что опять-таки ко-тренерство хорошо, когда это слаженная группа. Опять-таки они должны быть в таком хорошем сотрудничестве, не являясь конкурентами друг к другу. То есть просто специально организовывая группы и внося вот ты будешь и ты будешь тренером. Двоем эффективнее. То есть так нельзя сказать. Они должны друг друга чувствовать. Они должны понимать друг друга с партнерой. Партнеры прежде всего, которые такие хорошие такой союз рабочий, альянс, который не будет друг другу мешать, взаимодействовать, конкурировать. если это присутствует, то есть начали работу вдвоем, и уже чувствуется, что одному некомфортно в присутствии другого, некомфортно от того, то есть совсем различные стратегии это настолько выбивает из колеи, когда я теряю себя, теряю ориентиры в группе. Тогда честнее сказать, наверное, мне пока вдвоем вести сложно. Ну и кроме того, есть же такой вопрос о личностной ответственности и зрелости, автономности, когда я могу самостоятельно провести, не полагается на другого. Это тоже профессиональная диагностика собственных ресурсов. Могу я, умею я быть тренером, и мне тут другой не нужен, или я могу все-таки уже чуть подняться на ступеньку выше, и вот в этих партнерских отношениях разделить тренерскую позицию. Мне кажется, это даже сложнее. Да, потому что действительно, иногда бывает такое, что партнерство поменяется не хорошим таким продуктивным альянсом, а каким-то симбиозом. Я тут что-то замешкался, он лучше поймет. Или он будет сами спрашивать, вести группу, а я просто присутствую. я буду наблюдать и потом давать обратную счастье. такая-какая-то такая. Немножечко, опять-таки, это мешает, останавливает развитие тогда друг друга. Мы останавливаем, потому что он все время спрашивает, я все время смотрю. То есть, в этом плане очень четко понимать, если для маскировки моей некомпетентности и самостоятельности, тогда нет, тогда нужно самостоятельно расти в профессии. Если уже тренер достиг мастерства и он чувствует, что может разделить ответственность на двоих, и он к этому способен, тогда групповая более точно отвечает на этот вопрос, важно понимать, с какой группой мы работаем. Если по количественному составу эта группа большая, от 13 человек и выше, то тогда естественно наличие код-тренера желательно, потому что вести перекрестный анализ участников группы одному при большом количестве участников тяжело. И тогда по-честному код-тренеру нужен для того, чтобы действительно иметь возможности для разделения ответственности. Если же разбивка группы более мелкие, для большей проработки. Но если группа относительно компактная, небольшая, если мы вспомним правила Келлермана, правила золотой восьмерки, и в этом отношении действительно 8 человек в группе, зачем мне второй по-тренеру? Я сам с ним хорошо справлюсь. Может эффект быть даже какого-то подогрения, особенно в подростковой среде, подростки собирают все два взрослых, ничего-то от нас хотят. Я уже не так безопасно себя чувствую. Тут такие нюансы на самом деле надо смотреть. Не знаю, но очень хорошо, что Лидия Александровская направо состав. специфика группы и количественный состав играет определяющую роль в выборе того, как вести группу вместе с кем-то, вместе с тренером, другим, или самостоятельно, автономно. Говоря о каких-то эффективных стратегиях, их действительно может быть большое множество. Главное это реализация поставленной цели, стратегии могут быть самые разные, вместе с тем подразумевают, что есть какие-то наиболее эффективные, и стратегии рассматриваются как некая модель, логика построения тренинговой работы в том или ином направлении. Это не значит, что я упускаю из вида какие-то частные вещи, но я на чем-то делаю акцент. В моей практике были разные тренера, наблюдая за работой других тренеров, очень четко прослеживались какие-то такие четыре хорошие продуктивные стратегии, эффективные стратегии работы, когда тренер центрировался на участнике. То есть конкретно его задача была раскрыть максимально, делать акцент на его чувствах, переживаниях, на его принятии себя, на его личностных качествах, на его максимальном познании. И во всех упражнениях он преследовал эту задачу. Идет все остальное. А тематика могла быть самой разной. Вот такая стратегия, когда акцент делался на каждом участнике, и вот это было самое ценное. И в итоге это приводило к замечательным результатам. То же самое могла быть одинаковая тематика, одинаковый профиль выбора упражнений. Второй стратегией было интересной это работа над восприятием участника как целостного организма. целостного 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 перцеп восприятия другого. И группы как целостной, а я как части группы. тоже делался на этом акцент, это было ключевым и ведущим, и тогда любую проблематику я мог проработать через группу, так как являюсь частью этой группы. Опять-таки любую проблематику я мог понять через призму себя, насколько я целостен, гармоничен, насколько я могу реагировать на те или иные вещи согласно своим эмоциям, переживаниям, согласно мыслям, своим чувствам, да, и поступкам каким-то, насколько я неразрозненный. Еще одна такая стратегия это взаимодействие, взаимоотношение, выстраивание взаимоотношений в группе. Этому придавалась особенно специфика и ценность, когда через выстраивание взаимоотношений с другими, то есть между участниками группы, опять-таки все те цели, которые я преследовала в тренинге, это было очень эффективно. И опять-таки упор делался на эмоциональный опыт того, что я чувствую при этом, понимая про себя, про другого человека. Вот у нас есть вопрос, как реагировать, если участник тренинговой группы отказывается от рефлексии. Такое тоже бывает в практике. На самом деле есть очень слабо осознающие участники этой группы, есть лекситимеры, которые в принципе все, что касается эмоционального опыта и его осознания в группе будет крайне сложным, затруднительным. Тогда действительно вопрос, а если отказывается? Причины, да, вот причины, знаете, сказать в исканывании своих мыслей чувства и переживания никогда, когда нет определенного доверия в группе. небезопасно. Небезопасно, да, и это надо понимать, понимать, что с этим делать. То есть когда опять-таки момент такой работать на доверие, на сплочение группы, на поддержание открытости остальных участников, да, чем больше открывается другой, и вот тот, кто мало дает обратной связи, видит, да, что с ним происходят какие-то изменения, что есть доверие какое-то, что он получает реально какую-то поддержку, что сохраняется принцип конфиденциальности, это то, с чего начинаю, на самом деле. то, с чего начинаю, потому что иногда бывает, что мне тут небезопасно, не потому что мне нечего сказать, я не говорю, да, потому что я понимаю, что эта информация может быть использована как-то против меня, да, и не до конца уверен в том, что происходит. То есть для начального этапа, для каждого. можно еще маленькую ремарку сделаю о том, что все-таки он отказывается от рефлексии. И здесь вокруг я отвернула. Когда важно как раз-таки в рамках взаимодействия уточнить участника группы, а что для него происходит в группе его глазами. это первое важное правило, которое требует проработки вопроса рефлексии. Это такой вопрос, который не является тяжелым, да, но в то же время он побудет, что внутренне присвоит себе ответственность за понимание того, что меня сейчас вот ситуативно с этими людьми в этой группе заставляет молчать, сдерживаться, да, то есть не отдавать обратной связи, не запускать вот эту внутреннюю рефлексию. Кроме того, если мы говорим о том, что все-таки это неспособность, тогда вы должны диагностировать, что это неспособность. Вопросы о том, вообще наличие человека с алистемией в группе, да, это вопрос дискуссий, который идет в годами в отечественной и срубежной литературе. Есть те специалисты, которые говорят о том, что такие участники, допустим, которые не могут, да, вот этот тераполизовать свой эмоциональный опыт, они объединяют в группу, их наличие в группе нежелательно. А есть вторая категория, которая говорит о том, что это ведь стереотип отношений, который сформировался в детском возрасте, в родительской семье. Это эмоции просто... Когда родитель не интересовался внутренней жизнью ребенка, этот стереотип в течение времени во многом приобрел такие ригидные формы, и в этом отношении он до сих пор не интересуется собой, его этому не научили, и в этом отношении группа является ресурсом для того, чтобы он заметил, как другие могут верболизовать опыт. Он подсмотрит культурный сценарий того, как на самом деле можно все-таки с этим опытом внутренним быть. Конечно, не нужно обольщаться тренеру по поводу того, что будет очень быстрый результат. Такой участник в группе может и не раскрыться, но выйдя за пределы группы, это будет пролонгированный эффект, найдя безопасную фигуру, есть возможность, что он отреагирует этот опыт под смотренной сценарью. Тут обратное, когда вы можете его изымать из тренинговой группы, в плане изымать не исключать, а дополнительно проводить с ним занятие индивидуальном плане на собственные переживания, для обсуждения того, что происходило на группе. А вот что ты почувствовал, когда там дети и Света... Этот вопрос их фрустрирует, на самом деле, они на него наряд ли ответят, но для них этот эмоциональный уровень понятен, что сделал вот этот, как сказалось на тебе, что сделал вот этот, и тогда эти вопросы, которые не требуют эмоционального сканирования, а функционального, для них будет более понятно, они будут чувствовать себя свободнее. То есть не забивать такого участника в условиях работы группы, давать ему возможность рефлексии осуществить просто другим образом, другим способом. А что бы ты хотел сделать сейчас вот по отношению к этому участнику, например? Да, я не могу выразить ему, сопереживать ему, но мы что-то его хочется обнять или погладить, чего-то вот у меня возникло такое желание, да? Или, допустим, я хочу спрятаться под стол, мне страшно, он не понимает, что ему страшно, но я хочу спрятаться под стол. И все, и этот предмет для анализа группы, группа может дать потом обратную связь. Когда ты залез под стол, допустим, или под стул, я испытал то-то, то-то, все-таки его фигура будет поддерживать в фокусе, вернее, простите, как фигура, а другие дадут обратную связь. Поэтому это тоже его научит. И он почувствует, что к нему не безразлично, что есть внимание, для него это крайне важно. И очень хорошо таких участников, как правило, мало говорящих, считывается невербалика. И вы можете делать на этом акценты какие-то, да? Там закрытые позы, да? Там на какие моменты он напрягается, да? Где он максимально расслабленный, развивать эту атмосферу расслабленности, Позволяя тем самым ему раскрепощаться еще больше, развиваться, да? Ну, особенно тревожных, которые сами рефлексию осуществлять и не хотят, да? Они побаиваются говорить в группе. «Учить свободе» какое-то самовыражение, Даже начать говорить, да? Даже начать говорить, презентовать как-то себя, да? Вообще что-то про себя рассказывать, да? Уже не касаемо даже эмоций и чувства, а вот просто какие-то такие свои, не знаю, истории из жизни, да? То есть продумать вот это тогда, специфику, чтобы и этот человек, да? в дальнейшем различных упражнениях и динамики работы группы прогрессировал, да? За счет чего это он может сделать, благодаря каким участникам? Честно говоря, мне кажется, исключение участника из группы, когда он чего-то не может, это тренерское бессилие. Его нужно признавать. На самом деле, исключение – это уже чрезмерная мера какая-то. На самом деле, тренер должен находить себе ресурс для того, чтобы работать вот этим проблемным, не раскрывающимся, не рефлексирующим человеком. И вот в связи с этим, да, подразумевает, что не в эмоциональном плане, в общем-то, другому будет рассказать. В связи с этим еще одну стратегию исполнена, когда идет акцент на цели, на цели полагания. То есть, что ты ждешь от тренингов, какую цель ты на этом процессе выполнения участия в группе можешь себе поставить, да? Допустим, есть какая-то тема, есть какая-то одна ключевая цель всей работы, но есть еще какие-то, о чем мы говорим, какие-то по цели, да? Чего я ожидаю, в итоге, чего я достигну. И тогда я вижу результативность, и тогда я больше работаю над собой, чтобы добиться этого, да? То есть, я не умею разговаривать там с девушками, да? Молодой человек говорит, а мне хочется этого. Тогда акцент делается на этом, во всех упражнениях, и обращаю внимание на то, как реагируют там девушки, да? То есть, вот за этим преследуя свою цель, да? Развитие событий. Есть еще один вопрос. Участник киннинговой группы все переводит в шутку, неуместно комментирует. Все о чем это говорит? Ну, это, естественно, по защитных механизмам, да, о нежелании соприкоснуться с проблемами, и реально решать эту проблему. Такой способ защиты. Наверное, это как раз стоит с ним обсуждать, чем продикторное его поведение, какую реакцию это вызывает у участников группы. На самом деле, я люблю на это попровоцировать в этом отношении. В этом плане, да. И, знаете, как, а порой даже отразить, да, вот используется хорошее, кстати, я тоже про это подумаю. зеркало, когда он, например, язвителен, да, и комментирует что-то по отношению к другим, он умеет на это право. Но интересно, как он переживет сам то, что по отношению к нему могут так пошутить, прокомментировать и так далее. И в этом отношении это такой опыт, который часто оказывается для него критическим. Да, он начинает задумываться по поводу того, как он сам, да, пережил этот опыт, переживает этот опыт и как тогда на месте других участия, да, других участий. либо собрать общую такую обратную связь со всей группы, да, что я чувствую при том, когда он говорит вот так, да, когда он неуместно комментирует, вот столкнувшись с эмоциональным переживанием и став на место другого, да, очень часто человек понимает, что на самом деле делает, то есть вот, если это защитная реакция, это одно, а если это какая-то такая, еще способ уколоть другого, да, тогда это другой момент, да, вот если это защита, тогда вот снятие, о чем бы мы могли бы поговорить, там, чтобы это не вызывало иронии, да, или что за этим, как тебе кажется, стоит, да, вот сейчас ты пошутил, а теперь переформулируй, скажи это по-другому, да, чего ты хотел бы вот реально, потому что не все поняли, да, вот Петя понимает шутки, а вот и там бассейненький, обижается, да, она тебя обидится сейчас, она тебя уйдет вот с этой обиды, ну, тебе это надо, да, то есть соответственно, расшифруй, переформулируй и скажи это по-другому, да, потому что иногда это бывает, ну, неосознаваемая, ...комментирует, не просто шутки, но бывает еще неуместный комментирует. Я хочу сказать о том, что есть возможность привлекать ресурсы группы. В этом отношении самое естественное – это дать обратную связь на то, что эти шутки и неуместные комментарии присутствуют. Для того, чтобы у участника появилась качественная обратная связь, на основании чего он сможет изменять свою модель поведения в условиях группы или менять свое отношение к происходящему. Поэтому, если группа, допустим, незрелая, участники еще эту обратную связь дать не могут, это должен делать тренер. Чаще всего это неуместное комментирует, скорее это для подростковой среды и характерно, когда они хотят быть значимыми и важными для группы, где-то там какие-то моменты неловкости, они не знают, как это переварить, отразить более человечным языком, что ли. Есть какая-то такая позиция, себя немножечко возвысить над другим иногда бывает. То есть редко такое встречается в древой группе. Просто сказать о том, что как человек, когда ты ведешь себя определенным образом, шутишь в мой адрес, я чувствую то-то, то-то, я переживаю то-то, то-то. Я чувствую себя более уязвимо или более, не знаю, незащищенно. Или я чувствую, что это некий такой обратная связь, которая... Как говорили в группе, она меня закрывает. Но это искренне обратная связь, не поддельная, не наигранная, она как раз-таки позволит обогатить процесс. Да, и во всяком случае, комментариев станет меньше, однозначно. И опять-таки стимулировать, поддерживать продуктивную обратную связь, действительно конструктивную, которая дает решение каких-то проблем. То есть ты что-то увидела и пошутила. Теперь давай в обратной связи верни это, что ты хотел бы сказать этому человеку без подкола, без каких-то указаний на какие-то минусы. А вот что конкретно тебе хотелось бы от него получить? И что ты в этом видишь непродуктивного, что будет мешать тебе в общении с ним? Ну и так далее, и так далее. Все-таки обучать скорее, да, вот этой вот обратной связи и тратить на это время. Вот на это не жалко, да? Чтобы в какой-то период... Хотя группа может сопротивляться. Да, и очень сильно, да? То есть вот что-то тут нас задерживаешь и так далее, и так далее. Но это должен быть каким-то стимулом, да? Быстрее научиться, да? То есть раз остановитесь на этом, второй раз на этом остановитесь, да? Но не опускать это из виду и не обесценивать из-за этого участника. Вот это очень важно, очень корректно, потому что нужно тогда его потерять как участника группы. Можно еще такую небольшую ремарку, когда человек все-таки шутит и рекомментирует, да? Он ведет себя неподлинно, неестественно. И в этом отношении самое основное – это показать ему, что можно как раз-таки и в этой ситуации оставаться личностно конкурентным, да, ситуацией, и выражать все-таки подлинно, откровенно то, что чувствуешь, переживаешь. Это порой самое эффективное средство, которое обескураживает. На самом деле, это честность и внутренняя откровенность, открытость ситуации и тому, что происходит, она порой оказывается самой продуктивной. Ну и у нас остается не очень много времени, буквально 15 минут, да? Презентация? Нет, наверное, мы еще вот посвятим нас какой-то момент рекомендации тренера, да, вот все-таки, что бы могли бы вот в таком конструктивном ключе порекомендовать, да, своим коллегам, да, в чем какие-то нюансы, в чем хотели бы еще тоже рассказать. А вы, пожалуйста, очень приятно, что вы вот ведете правду с нами диалогами, вот в дискуссии. Очень ценно. Да, очень ценно, на самом деле, да, взгляд со стороны. Это оживляет, по крайней мере, нету теоретического такого относительного запалкования, и появляется возможность вспомнить свой практический опыт, да, и в этом отношении не поделиться. Ну, вот в связи с этим какие-то рекомендации тренеру, когда он сталкивается вот с такими непростыми, трудными участниками, да, вроде как, и что с этим делать, как выходить из этих ситуаций? Ну, допустим, мы можем столкнуться с застенчивым участником в группе, да, какие мы можем предложить в этой ситуации приемы, методы работа, что нужно в этой ситуации принять. Ну, наверное, важный момент еще на этапе отбора участников группы, стараться, чтобы такой участник был не один, потому что когда один застенчивый участник в группе, ему особенно тяжело приходится среди активных демонстративных участников, поэтому желательно, чтобы у него были группа поддержки. Застенчивого участника, наверное, не стоит спрашивать первым, когда мы проводим упражнения и когда проводим рефлексию. Дать ему возможность послушать, как это делают другие, приобрести какой-то опыт, а потом уже высказаться самому. Опять же, не стоит его и последним спрашивать, потому что то напряжение, которое есть в ожидании, когда ему дадут слово, оно еще больше усугубляет его проблему. Поэтому тут очень важно, как тренер, скажем, мониторит состояние и всей группы в целом, и конкретно этого участника. Для такого участника нужно особое внимание тренеру выделить, чтобы поддерживать его в таком активном состоянии. Иногда не обязательно давить на такого участника, например, в той же ситуации рефлексии, не говорить, кто-то конкретно не высказался, а говорить о том, что все участники группы рассказали о своих ощущениях, впечатлениях. Давайте дадим им возможность высказаться. Мягко подталкиваем его все-таки к диалогу. Мне это напоминает почему-то, знаете, как приглашение в танцы, не моряющие, я тогда все-таки подхожу и периодически предлагаю все-таки каким-то образом включиться. Ну, какой-то свой подход, да, действительно, к каждому участнику. Бывает и обратная сторона медаль, когда слишком активный, очень воверливый, привлекающий много внимания. Монополизирует пространство. Да, есть монополизаторы, которые, действительно, очень сильно тянут одеялом на себя, тратят на себя очень много времени, причем неэффективно, да, всем знакомы на ситуацию, когда, а вот у меня был такой случай, или у моих знакомых был аналогичный случай, и участник начинает долго и пространно рассказывать, что не относится к ситуации здесь и сейчас, и к той проблеме, которую мы обсуждаем, а тратит очень много времени. И вот тут, конечно, задача тренера контролировать ситуацию, не допускать вот таких отступлений, вовремя напоминать и о правилах работы группы, и о временных рамках, и возвращать все-таки к тому, с чего начинали, к той цели, задачи, и к правилам здесь и сейчас. Теперь-таки к кому-то осознаванию, да, лучше меньше слов, да, в общем, но по существу, да, и при этом дать возможность выступить всем. Тут тоже вполне приемлемо говорить о том, что еще не все высказались, и нужно дать возможность высказаться по этому вопросу всем, поэтому время ограничено, давайте будем с уважением относиться к правам и потребностям других. Ну и нельзя забывать, что еще такая категория есть, как демонстративно-стероидные участники, которые просто очень любят привлекать внимание к себе самыми разными способами, но всегда конструктивными. Помним о том, что самое главное их цепи – это именно внимание. Если вы это понимаете, значит, нужно удовлетворить эту потребность доступным способом, не в ущерб участника группы, да, чтобы этого не было сил. То есть что вы можете сделать? Вы можете организовать какое-то уважнение, где вы в паре с этим участником демонстративным, поработаете самостоятельно, да, и с ним обсудите какие-то особенности его поведения, его потребности, и удовлетворите эту потребность его внимания. Очень важно, когда такой демонстративный участник в группе себя проявляет, не давать ему невербального подкрепления, да, потому что любые ваши улыбки, покачивание головой, когда он выступает на публику, он воспринимает как поддержку подкрепления, и начинает расцветать, заливаться еще выше. Поэтому в этой ситуации, когда время ограничено и не по существу выступает такой участник, мы не даем вербальную поддержку, отвлекаем внимание от него и перенаправляем внимание группы на цели и задачи, которые перед нами стоят. А просто индивидуально с этим участником обсуждаем его потребности, то, как он может их удовлетворить. Как это можно сделать, да, без исключения всей группы, да? Да, не за счет группы, потому что все-таки мы думаем о том, что интересы группы, цели работы группы. Я думаю, можно еще, наверное, вспомнить о том, что все-таки нельзя подменять тренинговую деятельность, другие виды деятельности. Иногда мы с этим тоже сталкиваемся, да, вроде бы тренинг, а занимаемся... То есть, агрологически принят название, а в начинке там совершенно все не по существу. Да, иногда есть соблазн. Это информирование, просвещение, обучение. Все-таки это взаимодействие, прежде всего, да, с использованием активных методов, да, для познания себя, да, но все-таки ключевое взаимодействие, да, и это ценность, ценность обратной связи, ценность отношений, которые складываются, между участниками, ниже ли я буду как... Это не значит, что я где-то в каких-то отдельных моментах это не использую. Использую, да, какие-то информирования в плане подведения к какому-то вопросу, да, но понимать уместность, насколько это нужно. То есть, если группа и так достаточно в этом информирована, то это будет достаточно сказать просто несколько фраз, там, ну, как это... и больше, опять-таки, перевести в диалог, да, в обсуждение этой темы, да. То же самое касаемо, наверное, и какой-то такой вот, скажем так, коррекции. Ну, да, другая крайность, когда мы друг на тренинге терапии начинаем заниматься. Потому что тренинговая группа – это не то место, где уместно проводить психотерапию. Это все-таки... Если участник дает какой-то повод, да, и вам хочется на это обратить внимание, тогда, опять-таки, это можно и лучше, когда вы это переводите в индивидуальный план. Ну, кроме того, бывают такие моменты, да, когда тренинг нового работы сопряжен с элементами психотерапии. Вы видите, что экстренно нужно оказать вмешательство. На этом этапе это будет уместно, и группа будет чувствовать себя гораздо менее тревожной и под защитой безопасности. Поэтому включаться, наверное, какие-то элементы психотерапии, да, допустимо, но это должно быть в разумных пределах и не подменять одна форма другую. И опять-таки, видеть, что если группа выпадает из этого процесса, да, то надо сворачивать этот момент, да. Если она включена, это действительно для нее значимо, да. В плане поддержки, я забыла убедиться самому, что мне в моей беде, там, в моем каком-то такой, в моей трудности мне тут же окажут помощь, в поддержку. Это действительно важный момент для установления еще большего доверия к вам как тренеру и доверия группе, да, когда очень часто такое... Группа не позволяет себе каких-то сильных эмоций, если не увидеть это в каких-то... О, каких-то сильных участников группы. Например, ага, если уже вот он заплакал, тогда и я могу в этом плане разрешить себе переживать, да, те же самые эмоции и чувства, да. В этом плане на самом деле это ценно остановиться на этом, про это проговорить. Наверное, еще раз не лишним будет напомнить о том, что все-таки тренером является моделью для всех участников группы. Эталонным участникам. Эталонным участникам. Эталонным участникам. Очень важно то, как он сам дает обратную связь, как он сам проводит рефлексии. И тут нужно быть очень честным, очень искренним и открытым, и все время об этом помнить. Опять же, тут требования, наверное, и даже к словарному запасу тренера, да, потому что умение называть свои чувства и самыми разными словами, да, подбирать слова, которые более четко, точно, дифференцированно отражают и эмоциональное состояние, это тоже то, чем мы обучаем и своих участников группы. На своем примере показывает, как можно оценить, отразить, отрефлексировать то, что с вами происходит. И, наверное, еще такой момент, иногда увлекаются некоторые тренеры игровой деятельностью, да, в ущерб... Да, про это тоже немножечко проговорили. Да, поэтому еще раз напомнить о том, что не лишнее, что все-таки рефлексия, это очень важный момент, в ходе которого, кстати, мы можем еще раз подчеркнуть те цели и задачи, которые мы ставили на каждом занятии, да, в ходе рефлексии, подвести итоги, насколько мы добились поставленных целей и задач в течение занятий. Коллеги, многое уже сделано, возможно, какая-то проблематика ушла из вида, не успели проговорить, поэтому нам было хорошо, как было вам с нами, пока не знаем. Значит, обязательно ли после каждого упражнения пробрадить рефлексию и упражнение. Или обсуждение. Или обсуждение. Желательно. Желательно, да. Возможно, это в какие-то моменты, когда это психогимнастика, то можно просто оставить... И то психогимнастических тоже каких-то... То есть, как говорят, упражнения на разогреве тоже много... Да, упражнения на разминку тоже требуют понимания. А что я выполнил, что со мной произошло в рамках вот этого начального этапа? Да, пусть это разогрев, пускай это разминочное упражнение, но, возможно, я уже кого-то заметила, да, из фона выделились фигуры. И я кого-то точно уже встретил сегодня в начале работы в группе. Или для меня еще нету дифференциации, все расплывчато, я никого не вижу, я пока замкнута, я в тревоге, я один, допустим. Это было некомфортно при выполнении этого упражнения. Хотя бы даже такая какая-то, но уже поле видения группы, чтобы в дальнейшем с ней работать. Кому будут даваться это трудное упражнение, кому, как он относится к контактированию, взаимодействию с участниками группы. Поэтому, действительно, это очень желательно. Маленькая оговорка только по времени в глубине. Возможно, это будет не так много, это может быть по несколько слов. Как тебе было? Что это за опыт был получен? Чтобы вам даже самим в дальнейшем сориентироваться на работу. Я думаю, что это еще подталкивает участников тренинга к постоянному осознанию. Если они знают, что после каждого опыта будет рефлексия, они в процессе выполнения уже анализируют более качественно свое состояние, понимают, что нужно будет это как-то оценить, отреагировать. И очень важно, чтобы это качество они выносили за пределы группы. Мне кажется, это тоже нужно пощеркнуть, что вот это умение осознавать, анализировать, рефлексировать, важно приносить и за пределы группы в свою обыденную жизнь. Понимание, осознавание своих ощущений, переживания, чувств. Осталось приносить это и делиться этим в группу. Получается, что когда в условиях работы группа вы позволяете участникам избежать рефлексии, вы избегаете, потворствуете отсутствия сознания. Поэтому, если в первом упражнении вы это позволили, то и во втором, скорее всего, даже если вы попросите их провести улыбленную работу, они будут еще не готовы, они будут лениться, у них больше будет механизмов сопротивления. Если приятные ощущения, то в какой области тела, какие мысли при этом возникнут. для обратной связи какие-то слова или отклик по поводу проделанной работы полезно, бесполезно провести на знаменитый время. Есть ли еще пожелания в дальнейшем на сотрудничество в рамках какой темы вам было бы интересно поговорить, чтобы на будущее мы как-то сориентировались относительно интересов, которые возникают через тренинговой работой, ее эффективностью, какие-то отдельные области. И пока идет еще написание текста, хотим поблагодарить за такой действительно диалог, который у нас получился. внимательные отношения к нам, как докладчикам, и вас как слушателей. Вам спасибо большое за положительную, за позитивную обратную связь. Нам было очень приятно с вами. Всего доброго. Вам всего доброго. Спасибо за вебинар. Спасибо. У нас остается. Спасибо. 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 Спасибо.